Здравствуйте! Вы смотрите программу «Линия жизни», программу о здоровье людей и для людей. Народная мудрость знает много из речений о здоровье. Все они сводятся к одной мысли – здоровье нужно беречь и хранить с молоду. Только здоровый человек может энергично работать и жить полноценной жизнью, получая при этом удовольствие. Практически любое заболевание способно нарушить привычные контакты человека с окружающими. Ограничить трудовую деятельность или сделать ее вовсе невозможной. Нередко болезнь лишает прежних перспектив, и тогда приходится корректировать свои жизненные планы. С этой точки зрения инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита, занимает особое место. Действительно, конечно, человек, в общем-то, вчера ты был полный силы и здоров, да, у тебя были какие-то жизненные планы, создание семьи, ну, разные совершенно. И вдруг ты узнаешь, что ты заболел, и, в общем, болезнь может привести к смертельному ускору. Существует много серьезных хронических заболеваний, сахарный диабет или гепатит, или туберкулез. С точки зрения медицины, между разными заболеваниями много общего. Вот только отношение общества к ним разное. Вот мнение ВИЧ-инфицированного, опубликованное на одном из форумов. Главная проблема – это то, как нам относится общество. Мало ли на свете опасных болезней – красная волчанка, например, или рак. Никто ведь от людей не начинает шарахаться из-за этого. Приходится образовывать людей, чтобы они понимали, что такое отношение глупо. Люди разные, поэтому не все знают, что такое ВИЧ-инфекция, к сожалению, до сих пор. Какие-то пути распространения. Некоторые до сих пор считают, что поздоровавшись с ВИЧ-инфицированным, или просто постоять рядом с ним, можно заболеть. Поэтому, может быть, от страха, а может быть, от невоспитанности. И возникает к ВИЧ-инфицированным людям, подчеркиваю, людям, таким же, как и мы, вот такое отношение. Мне нравится думать, что наличие ВИЧ – это как сканер. Если человек не способен увидеть меня за вирусом, то это, в любом случае, не тот человек, с которым я захочу проводить время. У всех нас есть предрассудки. Так устроены люди. Мы постоянно делаем обобщение и стереотипно думаем о многих вещах и даже людях, забывая, что все мы имеем право быть разными. Главная почва для предрассудков – страх и незнание. В отношении ВИЧ люди обычно очень мало знают и очень многого боятся. Отвержение их. Как бы они не члены общества, не такие, как мы все. Да, у них есть болезнь, но болезни есть разные. У кого-то, может быть, есть туберкулез, у кого-то еще какое-то заболевание. Боятся ВИЧ-инфекции, если знаешь, что она передается только тремя путями, через кровь при половом контакте и от матери к ребенку. Зачем? Если ты знаешь это и принимаешь необходимые меры. Если человек информирован, предупрежден, он, в общем-то, защищен. Это прописная истина. То есть, когда человек знает, как передается любая инфекция, будь то ВИЧ-инфекция, туберкулезная, любая инфекция, он, соответственно, будет себя, если здравомыслящий человека, вести так, чтобы избежать инфицированного заражения. Вот это незнание ведет к тем последствиям, которые мы наблюдаем. Я чувствовала, что схожу с ума после получения диагноза. Просто сидела дома, как в клетке, даже на улицу не выходила. Чувствовала себя загнанной в угол. Все изменилось, когда я поговорила с подругой. Она сказала, подумай, с чем только люди сейчас в ней живут. Только после этого я постепенно стала приходить в себя. Научиться жить с ВИЧ – сложная задача. Она требует немало сил, а также поддержки и помощи со стороны близких и специалистов. Есть ассоциации, есть общество лиц живущих с ВИЧ. То есть, опять же, все люди разные. Один может поддержать другого, другому, наоборот, нужна поддержка. То есть, такие люди, в общем-то, создают такие сообщества и по мере сил поддерживают друг друга. Это большое подспорье. Опять же, на базе нашего центра, в общем, такие люди встречаются. И наши врачи, и социальные работники помогают им. Согласно статистике, проблемы ВИЧ-инфицированных лишь на 10% медицинские. Все остальное – сложности социальной адаптации. Такие люди словно мечные для окружающих. Да и сами ВИЧ-инфицированные нередко опускают руки. Ведь зачастую это молодые люди, имеющие недостаточно жизненного опыта. Сейчас ВИЧ-инфекция все больше и больше устраняется среди обычных людей, которые заражаются плавой путем. Например, в 2009 году таких, и заразившихся в 2009 году, таких 64%. Все чаще говоря об этом заболевании, мы понимаем, что ВИЧ – это то, что случается не с одним человеком, а со всеми людьми, которые его окружают. Часто ВИЧ положительно испытывают подавленность, чувство уязвимости и отчуждения от окружающих, особенно в период адаптации и осознания изменившихся жизненных планов. Адаптация – ну, понимаете, ведь это все индивидуально, да? У каждого человека своя нервная система, свой, так сказать, порог устойчивости этой нервной системы. Люди все разные, мы видим это при общении. Одного, как говорится, ничем не прошибешь, а другого, в общем-то, на все очень реагирует бурно. Также и люди, в общем-то, когда им сообщают о этом диагнозе, в общем-то, заболевание неизлечимое. Еще недавно оно считалось смертельным, сейчас хроническим, хотя, в общем-то, и со смертельным исходом возможен вполне. Ну, по литературным данным и так, по наблюдениям, от полугода до года, в общем, человек как бы свыкается с этой мыслью, что он ВИЧ-инфицирован. Но, опять же, все зависит, наверное, от того, какой человек, от путей инфицирован. У человека возникает внутренний конфликт между правом на жизнь и наличием неизлечимого заболевания. ВИЧ влияет на личность людей, меняя их самооценку и уверенность в себе. Конечно, самооценка, что меняется, что я не такой, как все. Это унитает. В общем-то, это хронический стресс. Как ни говори, адаптация больше, более длится, или же более короткий срок. Но все равно какое-то стрессовое состояние остается. В конечном итоге ВИЧ-инфекция способна изменить самосознание людей. Одна пациентка рассказывала, что до обнаружения у нее заболевания она воспринимала себя как женщину, жену, мать и педагога. И после того, как ей сообщили диагнозы до настоящего времени, она думает о себе как о ВИЧ-инфицированной и не может вернуться к прежним представлениям. Другая женщина после известия о ВИЧ-инфекции написала в своем дневнике. Я больше не жена, мать, сестра и дочь. Я теперь пациентка. ВИЧ-инфекция накладывает существенные ограничения на жизненные перспективы человека. ВИЧ-положительный человек должен в идеале чувствовать себя в обществе, не чувствовать себя изгоем, а чувствовать себя обычным человеком. Это в идеале. Конечно, этого застичь тяжело, но к этому надо стремиться. Как сказал кто-то из великих, выход есть всегда. Просто человек не всегда его замечает. Кто-то обращается к религии, кто-то, может быть, находит какое-то себе дело, которое может отвлечь его от этих дум. Кто-то вступает в контакт с людьми, которые живут с ВИЧ. Сохранение ВИЧ-статуса в тайне от других людей имеет огромное значение. И у инфицированных есть на то полное право. Ведь ВИЧ не передается при бытовых контактах и не представляет опасности для коллег или вместе обучающихся детей. Этот человек лично решает, если детей коснутся родителей, открывать или не открывать, болеет человек или не болеет. Но есть специалисты, которым необходимо знать о ВИЧ-статусе человека. Они обеспечивают его необходимой медицинской помощью. Есть понятие врачебной тайны. Я не открою вам и большинству секрет. Есть статья 61, что врач должен сохранять врачебную тайну. То есть, а если мы говорим о ВИЧ-статусе, должен, конечно, знать его, естественно, лечащий врач, врачи центра. В силу контакта, да, работы, потому что проводится и ПИД-расследование. Ну, не будем сейчас давать подробности. Далее, может знать и должен знать человек, у которого он стоит на диспансерном учете. Он может стоять на учете у инфицированных врачебных. Вся медицинская помощь, в том числе и бесплатная, специализированная, в распоряжении всех, у кого обнаружен вирус иммунодефицита. Все методы, уровни, способы медицинского обследования, медицинской помощи доступны ВИЧ-инфицированным. Дискриминации никакой нет. С дискриминацией люди со статусом ВИЧ сталкиваются подчас на работе. У нас был летчик, который заболел из инфекции. И мы предложили работу, не связанную с полетами. То есть, на аэродроме. Там другие нюансы, там про зарплату мы не будем. То есть, он не здоров. Некоторые виды работ требуют определенной нагрузки. Удерживают, да? Или физические, или психоэмоциональные. Еще-то не будем скрывать, что есть такие работы. Но, в общем-то, если только в силу таких медицинских требований в плане здоровья, а так, в общем-то, ВИЧ-инфицированный, он ничем не отличается. Скорее даже наоборот, ВИЧ-инфицированные, переосмысливая свою жизнь, становятся более зрелыми и сильными в личностном и профессиональном плане. Со временем многим людям со статусом ВИЧ удается адаптироваться к новым условиям и реализовать свои мечты. Хотя эпидемия ВИЧ во многом уникальна, один из ее главных уроков лишь повторяет то, что известно человечеству испокон веков. Одержать верх над болезнью и преодолеть сложную ситуацию больше шансов у того, кто берет ответственность за свою жизнь. Девушка в туфельках на высоких шпильках притягивает заинтересованные взгляды не только мужчин, но и женщин. Каждый шаг такой красотки сродни движению квилибриста на туго натянутом канате. Изящно и опасно. Изящно, потому что каблуки постягивают линию ног, добавляют нам роста и личной привлекательности. А вот почему опасно, сейчас расскажем. Сейчас многообразие обуви вот этой, да, действительно ставит нас перед вопросом выбора этой обуви. Действительно от состояния обуви зависит состояние здоровья каждого человека. Дело в том, что стопа со своими сводами и позвоночник являются амортизационной системой нашего организма. И если стопа, изменяясь, не может принимать в полной мере эту нагрузку, тогда ее принимает на себя позвоночник вкупе с суставами и сосудами ног. В норме нагрузка на стопу идет на пяточную кость, на головку первой плюсневой кости и пятую плюсневую кость. То есть здесь вот три точки опоры. Это очень важные точки, ведь если нарушается система, страдает весь организм. Это действительно проблема. Раз неправильно распределяется нагрузка, которая должна как-то в норме распределяться, да, в правильном виде, и естественно, что могут страдать и внутренние органы. Эта проблема называется плоскостопие. И ношение нерациональной обуви, каждый в своей мере, ведет именно к развитию этого заболевания. Так какую же обувь считать правильной и какую носить не следует? Можно носить правильную, рациональную обувь, которая будет создавать ощущение комфорта, да, какие-то приятности организму. И есть обувь нерациональная, к которой относятся высокий каблук, узкий нос и платформа. Постоянное ношение тяжелой обуви может вызывать варикозное расширение вен, артроз и другие проблемы. Если человек, мужчина ли, женщина ли предпочитает платформу, то здесь их поджидают трудности другого рода. Дело в том, что стопа, бездействуя на гладкой поверхности, на высокой поверхности, уже не может активно сокращаться и расслабляться при ходьбе. Таким образом, вот этот мышечный и связочный аппарат, который призван поддерживать свод стопы, опять же растягивается, и здесь опять же развивается поперечная плоскостопие. Пусконосые туфли, которые, кстати, обожают носить и мужчины, и женщины, также могут причинить вред. Когда обувь узкая, сдавливаются пальцы в переднем отделе, и, в общем-то, влияет то же самое на свод стопы, на поперечной плоскостопии. Удивительно, но большинство из нас имеют признаки этого заболевания, только вряд ли догадываются. Вот эта проблема, которую вы затронули, она действительно актуальна как для детского возраста, так и для молодежи, так и для лиц пожилого возраста. Наше пожилое поколение, к сожалению, страдает очень часто болями в ногах, в частности, в стопах, в коленных суставах, в тазобедренных суставах. И, конечно, это боль в спине, потому что, естественно, что раз стопа выпала у нас из этой амортизационной системы, поясничный отдел позвоночника страдает. Облегчить мучения этих важных помощников в наших силах. Я хотела бы порекомендовать не только ношение правильной обуви. Начнем с того, что с детских лет нужно заботиться о поддержании мышечного баланса в организме. А это лечебная гимнастика. Не обязательно лечебная, а просто зарядка, повседневная, ежедневная гимнастика. Элементарные упражнения. Походить на носочках, на пяточках, с поджатыми пальчиками. Походить, как мишка салапой на наружной поверхности стоп. Попробовать пальцами ног захватывать мелкие предметы какие-то. То есть это элементарные упражнения, которые не обязательно выделять какое-то время. На гимнастику 10 минут каждый день. А в процессе повседневной своей жизни можно выполнять. Ногам-трудягам необходимо расслабление. Очень хорошо проводить массаж или самомассаж стоп. То есть это может мама малышу проводить. Это может человек сам проводить себе. Можно использовать детский крем, помассировать ножки. Можно использовать резиновые коврики, массажные валики, которые тоже хороши для этой цели. Мне хотелось бы порекомендовать делать ванночки для ног. Такие теплые водные процедуры с добавлением морской соли и отвара трав обладают общеукрепляющим действием. И не только. Могу отметить, что как дети, так и взрослые прекрасно спят после такой процедуры. Потому что здесь сказываются успокаивающие действия через рефлексогенные зоны на подошве стопы. И снимается усталость, стресс. Наверное, важнее собственного здоровья может быть только благополучие ребенка. Обращайте особое внимание при выборе детской обуви. Детям для занятий, допустим, или взрослым для занятий спортивными упражнениями очень даже хорошо подходят и кеды, и чешки. Но единственное, что, опять же, это на время спортивных занятий. Большую опасность представляют туфли на шпильке. Постоянное ношение модельной обуви очень вредно. Можно ее носить. Но ношение этой обуви должно быть недолгим. То есть 3-4 часа в день. Для постоянного ношения эта обувь не подходит. В идеале обувь должна быть разной. Красотки для занятий спортом, утонченные шпильки на гламурной вечеринке, удобные туфли дома. Домашняя обувь должна быть комфортной для человека. Она должна приятные ощущения давать. То есть пришел, и ноги должны отдыхать. Конечно, это желательно удобная обувь с небольшим каблуком. Основные рекомендации ортопедов сводятся к небольшому в 2-4 сантиметра каблуку в обуви и мягкой подошве. Для постоянного ношения рекомендуется обувь какая? Кожаная, конечно же. Причем с мягкой подошвой. То есть подошва не должна мешать естественной гибкости стопы. Обязательно жесткий задник в детской обуви. Но в более старшей обуви, для детей более старшего возраста, разрешается открытая пятка. Обязательно наличие каблука. В каждом возрасте есть определенная градация, в каком возрасте какой каблук должен быть. В принципе, в некоторых магазинах такие градации есть. Поэтому, если это кого-то интересует, можно обратиться или к специалисту, или в обувном магазине. Придерживаться советов врачей при нынешнем предложении обуви несложно. В следующий раз при выборе между красотой, модой и здоровьем возьмите красивую и правильную обувь. Есть заболевание, которого боится большинство из нас. И это понятно. Ведь, несмотря на многочисленные исследования, до сих пор не ясно, у кого, как и почему оно возникает. Это онкология. Одна из частых форм злокачественных образований, которая встречается в равной мере и у мужчин, и у женщин – рак кожи. При условии ранней диагностики, рак кожи в большинстве случаев успешно лечится. Только важно своевременно обнаружить тревожные сигналы. Врачи-дерматологи-онкологи выделяют пять признаков подозрительных кожных изменений. Вам стоит обратиться к врачу, если родинка асимметричная и не имеет четкой границы. Как правило, доброкачественные образования симметричны, округлые и четко очерчены. Если родинка или пигментное пятно неоднородны по цвету, имеют красные или черные участки, вам также следует проконсультироваться с врачом. Доброкачественные родинки равномерны по окрасу, обычно светло- или темно-коричневые. Если родинка в диаметре превышает 5 мм или имеет узловой характер, это первый признак неблагополучных изменений кожи. Помните, что родинки-пигментные пятна не должны изменяться в размере и цвете, чесаться и болеть. Если родинка зудит или кровоточит, немедленно отправляйтесь к врачу. Кроме того, специалисты советуют не только регулярно осматривать подозрительные пигментные пятна, но и принимать меры по предупреждению их образования. В первую очередь это подразумевает умеренный загар. Ведь воздействие ультрафиолетом – это основной фактор риска развития рака кожи. О других факторах риска развития рака кожи, а также можно ли без вреда удалять родинки, расскажут врачи-онкологи в одной из следующих программ «Линии жизни». В заключении программы хочу заметить, что очень многое, в том числе и здоровье, зависит от нас самих. Берегите себя и своих близких. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова